Всем привет, меня зовут Олег Александров, и я экс-дизайн-директор студии МАКС. Я сделал Кусвилл, Пятерочку, Skill Factory для них сделали внутреннюю LMS-систему, для Raytheisenbank сделали внутренний портал, также работал с KFC, с лентой, и получилось, мягко говоря, навести шороха прям в индустрии, потому что всеми этими продуктами явно кто-то здесь использовался. Сейчас у меня есть HR-агентство Хайри, там мы помогаем работодателям найти крутейших дизайнеров на рынке, а дизайнерам найти крутейших работодателей. Плюс еще я партнер, методолог в тех стартапе Helper, который придумал фаундер студии МАКС, Макс Авдеев, и я директор по пользовательскому опыту в Сберздоровье. Плюс провожу огромное количество консультаций для компаний, для директоров, фаундеров и карьерной консультации. То есть у меня вот столько, очень много детишек, и в этом видео вы узнаете, как так получилось и почему мне на все это хватает энергии. Когда стартуешь вообще любую какую-то карьеру, какую-то любую деятельность, да, важно куда-то поскорее пролететь в какой-то прикольный коллектив, в прикольную компашку, компанию, корпорацию, неважно вообще, да. То есть и на самом деле вот есть одна штука, которую вот обычно не говорят, но я это замечал очень часто. Я не знаю, наверное, людей 200 уже с чем-то проинтервьюировал, ну вот именно на собеседовании. И на консультациях уже, наверное, помог нанять суммарно человек 20, наверное, всем, чтобы это были качественные люди. Я заметил одну охрененную штуку, что если у тебя сильные софты, ну ты просто вот с тобой общаешься, и от тебя просто ток хреначат. Ты супер замотивированный, у тебя глаза просто горят напалмом. У тебя что-то может проседать, но люди замечают то, что ты выплывешь. То есть тебя просто засунуть в боевую среду на месяц, и ты сделаешь больше, чем тот, кто просто хардами напичканный, но типа максимально не заряженный. Поэтому вот лучше поработать над тем, чтобы просто вот типа сесть так, подумать, ага, где вот у меня больше всего прет, то есть где вот больше всего тока, для каких компаний, для каких продуктов, для какой именно ниши дизайна, да, вот это вам прям время уделить. И там даже можно заметить то, что вы начинаете по-другому про это рассказывать. То есть вот не знаю, ты думаешь там граф-дизайн, UI, UX, исследования, или продукты, или что-нибудь еще, иллюстрации. Просто посмотрите, типа как вы, ну, реагируете на это сами, как вы про это думаете, рассказываете. Где у вас больше начинает дребезжать, там и лучше вообще искать какие-то первые проекты, потому что люди, которые будут с вами взаимодействовать, они это будут все-таки чувствовать как-то. И даже если вы где-то там по хардам, повторюсь, проседаете, они у вас накопятся быстрее, потому что у вас там энергии больше. Это очень такая на тоненького вещь, немножко такая про ощущение, но вот она очень важная. Потому что если энергии меньше, то хоть ты там убивайся времени, вот как раз сиди допоздна, все изучай и так далее, но ты будешь делать, потому что надо не тебе. Из-за этого будет все идти медленнее. Поэтому вот перед тем, как искать какое-то место, кому-то писать за проектами, ходить на собеседование, сперва нужно вот этот саморазговор с собой провернуть. Он может длиться час, может длиться день-два, но вот его нужно пройти. Ну потому что иначе может энергия впустую слиться. Такая вот немножко абстрактная вещь, но вот я прям супер замечал эту историю. И за собой, и за теми, кого нанимал. У меня кейс был прикольный. Я когда вот пришел во первое такое прям интерфейсную студию, она называлась Great Simple, там работал дизайн-директор, он потом стал дизайн-директором Arrival, Артем Тарасов, довольно известный чувак в дизайнерском комьюнити. И вот мы с ним работали, у меня ребята взяли, прям вот цитата из переписки, можно, наверное, где-нибудь найти, что у тебя просто глаза горели просто дико. И ты что-то рассказывал, 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 мы уже даже потом слушать перестали, но ты просто очень пылал. И было понятно, что вот эту энергию просто направляешь, и все будет топово. Работы были, ну, просто нормальные, типа, без вау. Мы там, ну, хотели бы кого-то посильнее тогда, но я что-то тогда написал им и сказал, когда можно будет пособеседоваться. Они сказали, типа, когда ты можешь. Я написал, а вот давай на обеде. Типа, пишу в 10 утра, обед там в 2 часа. Типа, давай в 2 часа к вам подскочу, прям сразу же. А я в этот момент сидел на текущей работе. Я, типа, отпросился на обед, там, впервые. Я на обед обычно не ходил, я, ну, фигачил постоянно. А тут такой, все, я на обед и пошел пока к ребятам. Я еще им это рассказал, что я так сделал. И они такие, ну, вообще, капец просто. И это просто моя история, но я вот таких историй много знаю. Сейчас просто не буду их, как бы, наваливать еще, но это дает очень хороший ток на старте. Поэтому вот в этом важно разобраться. Ребята мне очень понравились. Я вот ради них хотел прям это удивить конкретно. То, где тебе очень сильно что-то нравится, и это прям супер искренне, то там можно расти очень сильно вообще в огромные масштабы. Просто вопрос понять вот этот корень. Точно ли мне именно эту сферу, именно эту нишу не делаю ли я сейчас того, что на самом деле не мое? Вот это вот проходишь, и дальше не важно. Там есть еще, конечно, такой более бизнесовый типа взгляд, когда ты смотришь так, какова доля рынка заказа аналитических услуг, какова доля рынка заказа дизайн-услуг. Смотришь, где больше рынок, смотришь, где есть хорошая корреляция по росту. Просто, ну, типа, ходишь по всяким аналитическим сайтам, новостным сайтам, смотришь, что здесь происходит, потом смотришь, если есть доступ типа анализ оборота конкурентов в этой среде, там топ-10, например, бизнесов, которые в этой среде занимаются, сколько у них примерно обороты, если они общедоступны. И принимаешь решение таким уже сухим бизнес-виженом, что ага, это интересная ниша, я туда пойду, у меня еще есть какое-то, например, нечестное преимущество по навыкам, да, чтобы там быстрее выстрелить. Есть спрос, растущий рынок, много денег, там топ-3 компании там зарабатывают суммарно 30% рынка, то есть остальные не заняты, можно еще их как-то пооткусывать. Это уже вообще другой майнсет абсолютно. Он, ну, как бы, именно с точки зрения персонального роста, мне кажется, на старте не очень применим, то есть это скорее какая-то будет, ну, типа, симуляция. Зачем тебе, чтобы понять, что тебе нравится, смотреть в эти все вещи? Нужно как-то от себя исходить. Ну, вот это просто такие две стороны, которые могут помочь определить. Кому-то, может быть, нужны в этом циферке, поэтому решил рассказать. Мне кажется, спустя весь вообще мой опыт, что вот как раз, когда связка есть дизайна вообще любого производства, неважно, там, пусть это будет не дизайн, а код, или пусть это будет, не знаю, производство мебели, там, чего-то, вообще, неважно. Просто, скажем так, что любая связь производства и дизайн — это все-таки производство. И бизнес-ценности, чем сильнее вот эта сцепка, да, вот этих вот двух историй, тем сильнее сцепка с реальностью вообще всего, что вы делаете. Потому что, если вы улетаете в какое-то сильное арт, сильное творчество, ну, что касается дизайна, да, то у вас продукт, он не покупается, потому что вы что-то делали только, что кажется, вот вашей команде классное. И все, вы это никак не стыковали с реальным миром. Второе — деньги не заработались, потому что, соответственно, не было стыковки с бизнес-частью, проект не запустился, работа пошла в стол, команда выгорела. Неприкольно. Если есть сцепка с бизнесовой частью, то команда супер понимает, нафига она это делает, она супер понимает, что делать, для кого делать, что с большей вероятностью выстрелит, что с меньшей вероятностью выстрелит. В итоге это запускается классно. Я часто слышу, что многие работы вообще не выходят впрод у дизайнеров до сих пор. И как раз сцепка с бизнесом и понимание этого всего, оно позволяет выкатить работу, какой-то проект, продукт, неважно, да, и потом получить бизнесу за это деньги, чтобы бизнес потом дал деньги производству, и потом это все еще развивалось. Не знаю, вторые итерации упаковок, вторые итерации дропов одежды, следующие итерации запуска сайта, приложения. Инвестиции получают, команда усиливается, команде потом дают деньги на развитие, деньги на ресурсы, чтобы подключать новых дизайнеров еще более сильных, хантить классных специалистов. Это происходит только в связке с бизнесом и с пониманием, ну, целеполагания глобального и бизнесового целеполагания. Если вот улетать куда-то в супер-арт в космос, то теряется сцепка с реальностью, вот, именно в дизайнерском производстве. Я сейчас не беру художников. Это абсолютно другой сегмент вообще. То, соответственно, так будет сложнее расти и так будет сложнее узнавать мир даже на самом деле, потому что это вакуум создается. И твои работы тоже чуть меньше доходят до реальности. Поэтому тут важно прям… Вот это я сейчас немножко так нагнал даже тучи какой-то, может быть. Но это чтобы реально сцепка вот эта, она начала работать у тех, кто посмотрит это видео. Это очень важно. Типа, если вы дружите с бизнес-полаганием, с вообще вот этим взглядом, какую это даст реальную пользу, какой это даст выхлоп, то у вас начинает тоже все цвести. Чтобы чуть более бизнесово думать в создании каких-то своих проектов, да, или когда вы делаете проекты на заказ, это первое. Нужно скачать себе модельку BM Canvas либо Lean Canvas. Это такая структура, которую разработал один стартапер очень давно еще. И она позволяет ответить на ключевые какие-то вопросы про бизнес. Это какое преимущество у него есть нечестное по отношению к рынку, какую долю оно занимает, что вы даете пользователям, какая у них боль, ну, чтобы сметчить, да, то, что вы даете, метчится с их болью, откуда вы взяли, что эта боль реально есть, как вы будете реализовывать ваш проект и что-то еще. Я не помню, сейчас могу сказать какие-то примерные истории, да. Ну, там вот это все более структурно. Если вы начнете с вот этой темы с BM Canvas либо Lean Canvas разбирать любой проект, то все, вам уже станет намного, намного проще. Вторая история это пиратские воронки. Arrrr называется, типа. Вот. Пиратская воронка — это привлечение, активация, удержание, возвращаемость. Это что дает понять, что у любого продукта, да, есть этап, когда вы привлекаете к себе трафик. Ну, потому что дизайнеры, бывает, они делают сайт, и они не думают, что откуда на него будут идти, кто на него будет приходить, какая будет там коммуникация идти. Вот это уже очень хорошо будет, если вы поймете, то есть привлечение, да. Потом активация, то есть нужно активировать какое-то всегда целевое действие. Либо заказ услуги, либо заявка, либо подписка на канал, неважно, всегда нужно бить вот в эту одну штуку, чтобы у вас активировался каким-то хреном пользователь, а не походил по сайту, посмотрел, что он красивый. И третье — нужно его удержать, чтобы он оставался в сервисе, либо в продукте, либо в услуге, неважно. Еще вот важный пункт, чтобы он оплатил услугу максимально удобно во всех возможных смыслах. И далее, чтобы он продолжал покупать эту услугу, либо рекомендовал эту услугу другим, чтобы весь путь снова продолжался. Вот эту сцепку, если вы поймете и будете применять к своим проектам, то уже вот вы будете более бизнесовым к ним подходить. Называется «Пиратская воронка». И последняя история — это просто почитать, какие бывают метрики. Вот серьезно, просто можно вбить типы метрик. Там будет Mao, DAO, Retention, Conversion Rate, Bounce Rate, еще куча-куча всего. Northstar метрика, пу-пу-пу-пу, сейчас не буду наваливать, но просто метрики, какие бывают, пошел читать. И просто там их дофигища вообще, просто каждый день чуть-чуть читаешь, 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 за пару недель плюс-минус выучишь необходимые метрики. И у тебя будет дизайн и вообще любое твое производство раскладываться не через сделать картинку или запроектировать что-то, или сделать так, чтобы клиент был доволен, а через «ммм, есть этап привлечения, сейчас я работаю как дизайнер на этапе активации. Я делаю корзину, то есть активация в действиях, корзина, и работу над непосредственно куском, когда платятся деньги сервису. Оплата и привлечение. Вот, все, вот это вот мой скоп. Какие здесь метрики? И уже беру, накидываю сюда метрики, какие мне нужны, чтобы они здесь замерялись. Вот эти вот три ключевые истории я узнаю про Lean Canvas, BM Canvas, пиратские воронки, метрики, все. Все, нужна информация, загружена. Дальше уже по-другому не получится смотреть на дизайн как раньше. Я был арт-директором «Вкусфилм». Очень долго где-то я пришел вообще в этот проект, когда пришел в студию «Макс». Это был мой первый проект, я тогда был старшим дизайнером просто. И вот мы начали фигачить сайт, и потом начали уже фигачить и мобильное приложение, и сделали немножко заход на брендинг еще. Текущая история, которую сейчас все видят, она уже появилась после наших идей, то есть дотюненная другими ребятами, но мы, по сути, залезли в весь бренд. И я арт-дирил как раз этот проект очень долго. Он получился очень артовым, мне говорят, и очень живым. Там есть необычные ходы какие-то, которые нигде не встретишь, и вот непонятно, как же это все так получилось. Тут, честно, я пытался это привязать к каким-то методологиям заумным и так далее, но здесь по факту вышло что? У меня художественное образование, я живописец, и поэтому я изначально смотрю на все вообще вещи, как их можно визуально еще сильнее выкрутить. То есть еще дать больше эмоций, еще дать больше запоминающейся какой-то, яркости и так далее. То есть есть какая-то просто внутренняя нестеснительность к решениям, вот откуда-то она пошла, что можно сделать там, не знаю, главный баннер не просто карточкой, а можно его сделать, ну, собственно, как это выглядит на главном сайте вкусвилл, там такими типа рваными линиями все исполнено, что очень необычно. Поэтому, если завязать это, наверное, к каким-то более конкретным измеримым бизнесовым историям, да, то есть такая метрика awareness. То есть узнаваемость бренда и вспоминание о конкретном графическом ходе, например, да, при упоминании этого бренда. Это не полная терминология awareness, это я просто как бы для дизайнеров немножко переделываю сейчас. И по сути я думал вот этим, то есть я думал, какой должен быть визуальный дизайн, чтобы как раз вот awareness у нас поднялся. То есть чтобы это не было просто очередным чистым, аккуратненьким, безликим, но там с изюминка сайтом, это все был изюм. Прям вот ты заходишь и такой, чего? Я такого не видел примерно нигде. Ага, и при этом все удобно и работает, ага, прикольно. И вот как раз задача была визуальная, вот тоже такое слово, дифференцироваться от остальных ребят в ритейле, потому что, ну, довольно много вообще магазинов в России, не во всех странах столько магазинов есть. Типа лента, пятерочка, самокат, вкусвилл, что еще у нас есть, магнит, господи, азбука вкуса, перекресток, какой-нибудь там верный супермаркет еще есть, региональный супермаркет, это фигища просто. Почти 10 штук, это вот известных всем, то есть дофига, есть большая конкуренция. И, соответственно, здесь такая и визуальная, и бизнесовая задача дифференцироваться максимально. Плюс еще у меня в подходе есть такая штука, как связка с ДНК бренда. Вот это, что очень прям важно, за что я болею всегда, когда бренд просто, ну, рок-н-ролльщики, вот прям огонь. А дизайн, который выдается, такой суперспокойный, кленовый, вообще, типа, как вот у всех, такой аккуратненький, функциональный. Но вот это вот неправильно, вот как раз, то есть важно, чтобы в мир транслировалось то, что происходит реально в компании, что происходит с брендом. У меня под это прямо есть отдельный метод, называется метод прилагательных, как выцеплять все вот эти ключевые факты про компанию. По сути, вы... Как было у Пусвила? Мы не как все. Не как все, не просто потому, что мне сказал клиент, что мы не как все, а потому что это компания, которая выросла невероятно быстро. Они, по-моему, в 2000, там, каком-то году, 14, не знаю, 12 запустились, и они взлетели просто как ракета. Это уникальная прям история. Второе. У них банально магазины росли гипердинамично. Они очень быстро закрывались, очень быстро открывались. У них, по-моему, даже есть такая история, что если у них магазин не приносит нужной прибыли две недели, они его закрывают. То есть они очень быстрые. Это тоже важно. То есть они уникальны не потому, что... А потому, что это реально подтверждается бизнес-особенностями. Это ненадуманно. И вот это вот очень важно всегда раскапывать. Типа, почему вы, как компания, считаете себя быстрыми, например? Ну, потому что мы доставляем за два часа. Сама когда доставляет за 15 минут, почему вы быстрые? Мы быстро отвечаем в службе поддержки. Люди и так ждут, что им ответят быстро, дефолтно, в 2023 году. Почему вы себя считаете быстрыми? Мы быстро интегрируем нововведения в компанию. Что это значит для людей? Почему им важно знать, что вы интегрируете быстро нововведения? Для покупателей, что это дает? И тут можно клиента загнать в угол. В хорошем смысле этого слова. Не для того, чтобы его нокаутировать, а чтобы ему помочь разобраться. Возможно, быстро это просто, ну, конкретно фаундер хочет, чтобы мы так считывались. Зачем? Непонятно. Маркетинговых активностей под это никаких нет. Весь рынок типа не говорит им, что нужно выделяться именно скоростью. Они не имеют этой скорости. Зачем это вообще вкладывать в визуал? А вот у Кустрила вот были эти все особенности. У них было полное право быть уникальными. Поэтому нужно было это выкручивать. И туда дал много фокуса. Если бы это был какой-то другой бренд, я просто не давал бы фокуса этой задаче. Не выставлял бы то, что нужно повысить, короче, узнаваемость. Ну, потому что там ничего особенного нет. А что повышать узнаваемость? Как что повышать узнаваемость у пятерочки? Ее и так каждая собака знает. Она во всей России, вкусы у него во всей России прямо есть. И пятерочка очень массовый бренд, очень массовый бренд. Поэтому там внедрять какие-то суперуникальные визуальные ходы, ну, можно, но а зачем? Какая ценность? То есть, если его даже озвучить. Нужны ли в Кустриллу визуально уникальные ходы? Нужны ли пятерочки визуально уникальные ходы? Вот просто так, ну, логически покрутить. Как будто бы наталкиваться мысль, что у той же пятерочки они особо не сдались. Если сказать клиенту, то давай сделаем тебе не уникальный дизайн, и чтобы он просто работал, это не продаст, конечно. Тут вопрос в объяснении, да, подхода. Например, у меня был кейс, когда запускали проект, который просто весь создан, чтобы просто быть технически удобным. И аудитория, которая требует в первую очередь технической удобности. И здесь можно заменить историю про... Не то, чтобы ваш бренд, ваша компания была безликой, да, потому что ничего уникального нету. А сделать чистый, аккуратный дизайн, чтобы с ним было удобно работать и сфокусироваться на удобстве и визуальной простоте. Это то же самое все, что и, типа, безликость. Ну, можно так считать, например, да. Но вопрос просто, как ты к этому относишься. Ну, вот на уровне именно постановки себе задачи, как дизайнеру, да, и подачи целеполагания клиенту. Вот. То есть, в примере, когда в компании не нужно ничего визуально такого надумывать, да, потому что, ну, она делает довольно утилитарный продукт, чисто функциональный, под сегмент, которому это не надо. Ну, всякие там визуальные приколы не нужны. Просто делаешь аккуратно, чисто и максимально функционально. Вот. Все. Это тоже можно сделать очень хорошо. Apple максимально чистый, аккуратный и функциональный по дизайну. У них нет, типа, обклеенного стразами или там какой-то суперстранной формы телефона, как Nokia раньше были. Поэтому этот продукт, например, тоже отвечает таким запросам. У меня есть HR-агентство, Harry, и мы там помогаем найти дизайнерам крутую работу, а компаниям крутых дизайнеров. Плюс я еще в студии Max был дизайн-директором и еще HR-директором. То есть я расширил команду с где-то 10-8 человек, не помню, сколько нас было тогда, до 60+. То есть X6 почти. И вплоть до того, что я все это разбил потом на методологии, и мы потом обучали этому ребяту. То есть как нанимать эффективно, быстро, крутых людей. То есть я на все, что касается рынка в ценообразовании, зарпад дизайна, смотрю с очень разных сторон. Со стороны бизнеса, который работает с компаниями и помогает им найти дизайнеров. Мы работаем с самолетом, с X5, с AIS, с лучом, с Mindbox, с кучей, короче, ребят. Не буду дальше продолжать этот список. Со стороны студии и со стороны того, кто нанимает, и со стороны того, кто ищет работу, я был. И со стороны даже того, кто консультирует тех, кто ищет работу. Еще провожу консультации постоянно карьерные, и у меня тоже в этом плане большая насмотренность. То есть у меня нехилая такая нейросеть по всему, что касается рынка, и сколько там что стоит, и какие-то подводные камни. Есть две градации. Есть зарплатные вилки в студиях, первое. Второе. Зарплатные вилки в продуктах, слэш-компаниях, слэш-корпорациях. Третье. Зарплатные вилки студий в регионах. То есть это все три абсолютно разных сегмента. Сеньор в продуктах аж сильно больше может оцениваться, чем в студиях. То есть больше гэп. Это потому что внутри этого навыка в продуктах еще бывает исследование, бывает аналитика, бывает базовое руководство ребятами. В студиях тоже, но в продукте у тебя вот аналитика, исследование и так далее. И в продуктах твоя позиция сеньорская, она больше подвязана на бизнес-вэлью, то есть на прибыль этой компании. В студиях вообще глобально, ребят, в студиях задача бизнеса максимальную маржинальность иметь с продажей услуг. Чем дешевле производство, ну в виде собственно дизайнеров, ну простите, как оно есть уж говорю, тем выше маржинальность. А как бизнесу студии менее выгодно платить вам как можно больше денег. Кто-то умеет с этим управлять с точки зрения финмоделей, кто-то нет, у кого-то одна стратегия, у кого-то другая, но суть корр бизнеса в этом. У продуктов корр бизнеса не в том, чтобы купить подешевле и продать подороже. Именно вашу услугу. А в том, чтобы больше покупали товаров, больше записывались куда-то, покупали больше подписки и так далее. У них ценность в том, насколько вы круто сделали продукт, чтобы он рос. Поэтому они готовы платить дефолтно больше, у них бизнес-модель под это больше рассчитана. Это важно понимать, чтобы сейчас как бы отрезвить ситуацию. А то часто спрашивают, а почему в продуктах платят до хрена, а почему в студиях платят нифига. Или просто мало. Вот, собственно, это и был ответ. Что это абсолютно разные на уровне ДНК бизнесы. Поэтому оно таки происходит, а не потому, что людям жалко денег. Это важно понимать. Если хочется быстрых навыков, это в студию. Если хочется быстрых денег, это в продукт. Дальше нужно аккуратно, потому что можно засидеться в продукте и разучиться рисовать вообще. И разучиться делать какие-то визуально интересные продукты. Там вроде вкусвила, вроде пятерочки и всего остального. Плюс в студиях больше насмотренности. Вы поработали с фудритейлом, с e-комом, с финтехом, там где-нибудь еще. В крипту зашли, брендинг себе попробовали, что-то еще попробовали. Это офигенная школа самоопределения и самоосознания, что тебе вообще надо. Если ты сразу же вобьешься в продукт финтех и там посидишь типа 4 года, потом можно обнаружить, что хотелось бы что-то еще мне. И лучше вот этот путь быстро пройти в студии, там потратить на это год, не знаю, полгода, год. Каждому свое по темпу. Потом уже понять, продукт, студия, какой продукт. Вы, если в студиях поймете скоп вообще бизнесов, какие бывают, со многими поработаете, вы поймете, где у вас стояк играет. То есть куда вам интереснее вообще идти работать, в какую нишу. Потому что в продуктах, если вы пойдете в какой-то продукт, все, вы в этой нише на 2 года, например. То есть вы конкретно в нише медтеха, вы конкретно в нише эдтеха, все, вы там. Поэтому очень с точки зрения себя как продукта сначала пойти в студию, немножко попробовать все разное и потом пойти в продукт. Я не настаиваю, но это был мой путь, и поэтому мне кажется, он максимально правильный. Сейчас я дизайн-директор и директор по пользовательскому опыту, всему вылазберное здоровье. Студия продает качество услуг. Поэтому им важно делать крутое качество дизайна. Поэтому они могут докапываться не меньше, чем какие-то корпорации. Вообще, чтобы оценить как-то нормально дизайн и даже не дизайн, а вот вообще типа свою работу, свой бизнес как-то, да, есть прямо такие штуки. Есть P&L, Payment and Loss, что мне платят, что я теряю. Получил, потратил. Payment and Loss. То есть, например, я плачу за аренду этого помещения. 100 рублей. Плюс я купил себе стол за 200 рублей, камера за 5000 рублей и оператор за 15000 рублей. Я трачу на один этот ролик 25000 рублей. Мне плохо с математикой, но допустим. Ага, то есть у меня минус 25000 рублей. Плюс затрата на дорогу сюда, плюс затрата на еду здесь, плюс налоги за перевод всем, кто мне здесь помогал. 6% налог. Итого, один такой ролик у меня стоит 55000 рублей. Класс. Ага. Соответственно, это мой Loss. Payment. За сколько я его продаю, либо что я получаю через воронку, косвенно запуская этот ролик. То есть я получаю новые покупки. Сколько покупок я получаю? Сколько один такой ролик мне приносит денег, как бизнесу? И я могу посчитать, что мне нужно, например, увеличить стоимость услуги, которые я продаю через этот ролик. Либо снизить косты на производство, потому что у меня экономика не сходится. Либо мне нужно придумать более очевидную связку, чтобы через этот ролик покупали. И вот это payment and loss. Очень просто. И так вы можете, в принципе, раскидать себя просто как человека. У меня, блин, после работы усталость. Я хочу на массажик. Массажик мне стоит 5000 рублей. Я снимаю квартиру. Я снимаю квартиру принципиально с хорошим рабочим местом. Соответственно, за это я доплачиваю что-то. У меня сколько-то жрет интернет. А почему нет? Можно и это посчитать. Я не знаю. Мне нужно постоянно себе обновлять ноутбук. Мне нужно что-то еще. Вот это уже называется юнит экономика. То есть когда я в юнит своего продукта закладываю определенные штуки, которые мне стоят денег, и я за это хочу тоже что-то получать. То есть вы можете позакладывать туда все, что угодно, из чего она складывается. Например, у меня в HR-агентстве есть зарплата для рекрутеров. У меня есть для них бонус за вывод. Я умею прогнозировать примерно, как часто они выводят людей. Я знаю среднюю стоимость человека, которого мы выводим. В юнит экономике важно, что вам еще нужно всякими другими особенностями напитываться. То есть средняя стоимость вашей услуги, среднее время вывода, либо что-то еще. В PR-ке все проще. Вы просто накидываете все, что у вас сейчас есть, и там нет динамических показателей. Оно все очень топорное, в хорошем смысле этого слова. В юнит экономике там есть динамические показатели. Если представить, что мы сейчас в табличке, то у меня может быть с июня по июль средний чек меньше, потому что просто меньше заказов, потому что все отдыхают, все в отпусках. То есть у меня юнит экономика летом будет чуть другая. Так вот, в юнит экономику я закладываю вот эти факторы, плюс закладываю, очевидно, налог, плюс закладываю потенциальный процент под увольнение сотрудников через какой-нибудь год, потому что все меняют работы, не знаю, что-то, короче, происходит. Я вот это типа закладываю в будущее. О, давайте на простоте. Образовательный продукт. Я еще партнер в тех стартапе Helper. Мы там учим дизайнеров дизайну и учим трудоустраиваться. И там у нас, например, заложен процент отказов. То есть процент возвратов образования. То есть вот ребята купили, и какой-то процент по нашей статистике хочет деньги обратно. Это я тоже закладываю в юнит экономику. И таким образом у меня формируется стоимость продукта. Я тут еще могу всего много нафаршировать, но вы уже запутаетесь. Типа вот это вот у меня все есть, и я вижу, сколько у меня будет отнимать ресурсов финансово эта задача, и таким образом я могу сконкурировать, сколько я хочу за это. И там начинается прекрасная вещь – маржа. То есть это когда ты видишь, что тебе все-все-все стоит, не знаю, 70 тысяч рублей в месяц, допустим, или 170, или 770, неважно. Значит, ты за это хочешь получать, чтобы тебе классно жилось, на 50% больше. Вот 50% маржу я хочу. Класс. Итого у тебя услуга стоит из твоих отрат определенную сумму. То есть все-все, что я назакладывал в PL-ку, либо в юнит экономику, мне стоит 100 тысяч рублей. Я хочу 50% маржу, значит продукт я свой продаю за 200 тысяч рублей. И задача, это уже следующая история, конечно, но задача упаковать так продукт, так сложить маркетинг, продажные воронки и все остальное, чтобы люди покупали за эти 200 тысяч рублей. Либо тебе нужно изначально еще уходить, если на исследование, протестировать, при такой юнит экономики будут ли у тебя покупать за 200 тысяч рублей. Или ты перенакидал дофига всего туда, и ценность продукта не такая сильная, чтобы обеспечивать это производство. И вообще туда идти не надо, не нужно этим заниматься. Поэтому вот такую процедуру можно проделать. Это все звучит, как какая-то техническо-архитектурно-финансовая сложная штука. Но поверьте мне, если вы попробуете хоть раз с собой такое проделать, либо со своим каким-то делом, то у вас все станет супер прозрачнее, супер понятнее, и вы сцепку с реальностью заимеете наконец-то. Потому что вы, сука, я трачу, сука, получаю, сука, стоит моя работа. Почитайте. Это все математизируется. Вот прям сегодня сядьте, если вы дизайнер, то сколько я трачу на то, чтобы работать? Вообще, ну как вам такая постановка вопроса? Сколько я трачу денег на то, чтобы просто выдавать то, что я выдаю за свои услуги? Счет за электричество даже можете туда припихать. Вообще все, просто посмотрели, и так у вас поймется какая-то стоимость вашей услуги минимальная. И про маржу уже говорил. Если у вас какое-то есть свое дело, или вы планируете свое дело, то вот возьмите юнит-экономику. Тут, к сожалению, вроде бы я не могу появиться какими-то ссылками с артефактами, но я у себя в канале размещу ссылочку на несколько базовых юнит-экономик, просто чтобы дизайнеры могли все это посмотреть. Размещу ссылку на BM Canvas, на Lean Canvas модели, на пиратские воронки. И вот если вы прочитаете вот эти истории, все, вы сразу же просто, у вас будет гиперфинансовая грамотность в дизайне и гиперсцепка с реальности. Вы сможете оценивать свои работы очень классно, объективно оценивать свою работу и больше зарабатывать. Типа, когда какую-то идею предлагаешь, да, там, по тому, что нужно больше денег, нужно больше, не знаю, чего-то еще, просто нужно врубить режим калькулятора на сухости максимально некоторые вещи, знаешь, поднапитать в себя, поднапитать в свою идею, накачать ее всякими пруфами и силой, чтобы ее просто, ну, объяснить максимально понятно, и максимально понятно она прошла. Что всегда есть? Это конкретно, сколько принесет денег, какую метрику поднимет, почему это важно для бизнеса или для пользователя, на основе чего ты решил, что это важно для бизнеса или для пользователя, какая у тебя была дата, ну, в смысле, big data, типа, данные, чтобы этим всем обзавестись. И почему ты уверен или уверена, что вот эти твои идеи реально повлияют на то, что ты сказал, на что это повлияет. Все. Очень простая цепка. То есть избегать слов кажется, избегать слов будет лучше, избегать всех абстракций. Потому что все, что касается запроса на деньги, на время, оно очень ценное. И может кому-то сделать плохо, если этим неверно воспользоваться. Поэтому такие аргументы позволят максимально продуктивно все обсудить. В лучшем случае вы все круто затащите, вам дадут деньги, инвестиции, все будет хорошо. В просто среднем случае вы хотя бы поймете, почему нет. И если вы так круто подготовитесь, вам скажут нет и скажут не аргументированно нет или не погрузят вообще в контекст, что происходит в компании, то вот эта ваша работа может быть классной инвестицией в то, чтобы понять, что вы сейчас не на том месте. Может быть, у вас разные языки, разные цели. Или вы можете, исходя из такого разговора, понять, что, оказывается, цели у компании другие, вам про это расскажут, и вы не хотите здесь находиться. Вот, это тоже результат. Сколько может стоить дизайн? По сути, здесь вот хорошо бы применить вот эту вот P&L и юнит-экономику, когда ты поднешься к студии дизайна. Мобильное приложение можно сделать за 700 тысяч рублей, типа вообще рабочее. Дизайн базового мобильного приложения, например, по доставке еды, может стоить 1300 на самом деле в студии. Да, вау. От 300 или от 800 тысяч. Если при этом нужно сделать какое-то еще переосознание, новые механики, новый вижен и так далее, то это может стоить больше двух миллионов. Вот. Потому что подключаются арт-директора, потому что подключается еще бренд-часть, то есть вы еще брендинг переосознанете. Механики нужно встроить с умом, то есть подключаются более сильные дизайнеры, продуктовые, которые размышляются так, как я до этого, например, озвучивал, и они придумывают те механики, которые влияют на деньги больше или на какие-то важные метрики. Поэтому сумма тупо за дизайн, да, может быть и такой. Тут еще важно, что я озвучиваю именно такой first launch, то есть первый запуск. Все, вы сделали, а далее запустились. Дальше же продукт развивается, и дальше можно ежемесячно делать дизайн на 300 тысяч рублей, на полтора миллиона рублей в зависимости от объема команды и больше. Можно на десятки миллионов. Ну нет, на десятки миллионов, честно говоря, нельзя. Вообще дизайн, он рисуется очень быстро, на самом деле. Он потом разрабатывается очень долго. Поэтому все, что касается дизайна, оно довольно быстрое, и если брать производственную нишу в IT, то не самое дорогое. Поэтому если вы хотите много-много бабок, то делать свою студию – это не то. Там очень близкий потолок. В разработке потолок куда-куда больше. Каждый переход на новый уровень в любой сфере, он всегда связан с реакцией мира на нового тебя, так скажу. То есть либо мир начинает реагировать иначе, это значит, что ты тоже стал какого-то другого уровня, либо не начинает. И есть первая часть, это которая как себе объяснить, что я стал Олег 2.0, да? Типа новый грейд, новый просто какой-то майндсет, новый уровень. И как это объяснить работодателю, либо окружению. По сути, второго и не надо, если вы, ну, типа точно это приобрели и поняли. К чему я? То есть я просто часто замечал, когда ребята топчутся на каком-то одном месте. Один говорит, что я мидл, другой говорит, что я сенец, третий говорит, что я вообще ордир, да кто я вообще такой? И поэтому тут важная очень вот эта часть про самоопределение, да? Я про нее расскажу. Второе, это чисто, ну, хардскильно, как мне получить эти навыки и как мне получить реакцию от мира, что я вот реально добился нужного результата. Там все очень быстро, просто, поэтому в конце. По поводу вот этого самоопределения. Есть метод, я его называю медальки. Это когда я понял, что вот я что-то сделал, например. Я себя считаю сеньором, когда я сделал 15 концепций, и мне на эти 15 концепций мой арт-директор сказал, Толя, офигенно. Вот для меня это моя медалька. И мне нужно ее выписать прям. Сколько наград, сколько концепций, кто сказал, как часто он мне это сказал. И тогда я начинаю как бы напитывать просто самоценность. Вот. Вот этот список может быть огромным. Я раньше заикался очень сильно вообще. Я прям говорил пе-пе-пе-пе вот так вот. И мне было важно получить определенные медальки при коммуникациях, что я больше не заикаюсь, а потом, что я говорю хорошо, что у меня хорошая дикция, потом, что я харизматичный, мне нужно было получить медальки, чтобы просто из вот этого уровня выйти на офигенный уровень. Либо хороший, судить вам. И я прям себе выписывал, куда я хожу, что я делаю, на какие я созвоны вписываюсь, что я должен услышать от мира, чтобы подтвердить, что все хорошо. Так у меня начала напитываться самоценность. И таким образом я стал понимать, что, окей, по речи я уже не стажер, не джунир, а уже крепкий мидов, потом там сеньорчик и так далее. То же самое может быть к навыкам применено. Мне говорят, что я плохо проектирую, например. Соответственно, проектирование — это что? Мне нужно научиться делать информационную архитектуру, работать по job-to-be-done, работать с какими-то данными, чтобы исходя из них у меня получалась архитектура. Плюс мне нужно исследовать, чтобы проверять, что я запроектировал реально хорошо и понятно. Пам-пам. Значит, мне нужно сделать как минимум 2-3 информационной архитектуры, сделать 2-3 больших флоу мобильного приложения. Большое для меня мобильное приложение — это 200 плюс экранов. И вот так вот себе нарезал эту колбасу. Итак, вы для себя понимаете, что значит, когда я уже стал Олег 2.0. или там сейнер, или ордир. Но тут сложно наметить путь. Поэтому переходим ко второй части. Это как раз те, кто помогают откалиброваться, что я реально джуниор, я реально сейнер, я реально директор и так далее. Почему я так смело сейчас говорю то, что говорю? Про то, что я хотел сказать, что тут никак без каких-то помощников. Потому что у меня сейчас в жизни есть тренер, у меня есть психотерапевт, мы с ним уже редко созваниваемся, все классно, но вот, то есть у меня как бы есть такой бадди. У меня есть консультант по личным финансам, и у меня еще есть просто коуч. Еще есть массажист. То есть все эти люди мне помогают с разных сторон посмотреть на меня, на мое тело, на мой опыт, и на мое какое-то будущее. И на то, что сейчас у меня страдает. Поэтому я постоянно прохожу верификацию, что сейчас и куда нужно идти. Я это считаю прямо как обучение и как очень важная история, которая помогает быстро идти. Потому что когда ты в себе замуровываешься, ты что-то не видишь и теряешь сцепку с реальностью. Разные вещи. Постоянно кого-то слушать и быть на поводу чужих мнений, и советоваться с экспертами и из них, из их слов, выявлять то, что тебе близко и то, с чем ты согласен. Это сейчас две очень разные вещи для слушателей, чтобы это не превратилось в то, что вы себя просто засовываете и кучу чьих-то мнений. Это разные вещи. Все. Такая ремарка прошла. И поэтому важно, чтобы у вас здесь был какой-то всегда наставник. Если у вас нет наставника, если вы идете чисто в соло, у вас нет ни арт-директора, ни старшего, вы в комнате самой лучшей, вот это классическое, то нужно оттуда убегать, либо нужно в той комнате, где вы находитесь, извне брать себе какого-то наставника. Сильнее вас не всегда намного голов. Это могут быть чуть-чуть посильнее вас, ребята. На одну голову. И таким образом вы будете расти. И вы будете знать, куда расти. Они могут вам дать верификацию. Единственное, важно, чтобы вот общий вектор, вот куда прям топить, такой стратегический, вот это, чтобы сделать какой-то крутой чувак. Потому что если, ну, типа, тот, кто просто чуть больше шарит, даст вам какой-то глобальный вектор, не имея большой осмотренности в индустрии, в нише или в вашем запросе, ну, может быть, не тот вектор просто. Не хочу никого пугать, но просто это логически так может быть, просто если подумать. Поэтому рецепт. это один раз себе взять какого-то чувака либо чувиху, которая супер вообще шарит, мега прям это топ, и наметить какой-то путь дальнейший. И далее уже можно с ребятами, скажем так, поближе к вашему уровню доходить до этой цели. И тогда вообще рост будет супер понятный для вас. И у вас будет постоянный, вот как по партии сосед, который вас будет туда немножко толкать, помогать. И будете проходить так постоянно сверку с реальностью. Я сегодня много говорю про сцепку с реальностью, вот она будет у вас прям, потому что какой-то гуру где-то наметил, куда идти, он точно хорошо знает, куда идти, потому что он на этом месте уже сейчас находится, типа на эшелоне неком. И тот, кто вас еще туда ведет, вообще кайф, успех обеспечен. Первое, за чем стоит следить, это за сейчас фрешменами в дизайн-индустрии именно с точки зрения студий, потому что вообще был очень долгий период, когда были определенные мастодонты. Они, в принципе, ими остаются. И вот они вот были, были, были. И только, наверное, последние пять лет вот начали просыпаться молодые ребята делать какие-то новые студии, крутые, которые меняют индустрию, меняют рынки. И надо за ними приглядывать. Это студия «Макс», конечно, как я не могу ее не назвать. Это студия «Крауч», студия «Луч», студия «Цедра». Ну, прагматика еще, да, ладно, вот еще прагматика. Это прям вот свежевыпеченные, сочные пироги, за которыми сейчас стоит следить, и где очень много шороху наводят ребята в индустрии. Вот, поэтому вот это точно. И по поводу каких-то общих дизайнерских сервисов это «Хелпер». Вот, потому что мы сейчас и трудоустраиваем ребят, мы реально лайфхакнули систему, как добиться того, чтобы устроить дизайнера. По поводу крутых лекций и так далее не буду говорить, там и так все понятно. И мы создаем именно «Эттех», то есть это не курс, просто как курсы, там есть механики, где мы мэтчим тебя с максимально подходящей вакансией. Менторы, которые скорят твой текущий навык и говорят, куда тебе нужно расти, чтобы максимально быстро дойти до цели. И менторы тоже непростые из Тинькова, Яндекса, из Азона, Авито, из крутых очень компаний. То есть методология роста на прямоконкретном паучке, мы его так называем, которая замеряет твой текущий результат на основе рынка, цену, который мы знаем, и метит путь к цели. Вот. То есть нетипичный продукт. Вторая история это я бы следил за человеком, который вообще не в дизайне, я за ним просто слежу. Вот сейчас, на текущий день, на текущий год я им вдохновляюсь. Это Михаил Гребенюк, это человек из сферы бизнеса. Если вы на него зайдете, вы можете подумать, что есть какой-то инфо-цыганский налет, но, пожалуйста, посмотрите в глубину и посмотрите его выпуски с разборами бизнеса других людей, вам очень классно перепрощет голову, вы начнете по-другому смотреть на себя, свое время, свои деньги и на мир. Вот. Очень классная история. Всем дизайнерам и не дизайнерам, и вообще людям рекомендую посмотреть это хотя бы несколько раз и понять их, не их. Но попробовать стоит. Третья история это я не назову, что это то, куда стоит смотреть конкретный сервис, но это в целом поприсматриваться к всему, что касается психотерапевтических каких-то сервисов, к сервисам, где есть наставничество и все около этого. Потому что я понял, что скоростью моего роста я обязан конкретным людям во многом. а в плане, что эти люди мне очень помогли и очень сильно меня раскрыли. И налаживание такой среды людей, которые вас раскрывают, это очень важно. Это может быть не только с точки зрения коллег, это реально психотерапия. Это, кстати, еще пользуюсь возможностью, у меня есть психотерапевт Крис, Кристина, она тоже очень сильно на меня повлияла и очень сильно помогла мне вырасти просто х, наверное, пять просто по всем показателям. Поэтому я вот хочу отдельно обобщить вот эту важную вещь, как работа своим сознанием, со своей головой. Это может быть сервис «Ясно», могу сейчас их порекламировать, не знаю, просто я не знаю, кто еще есть такой популярный. «Ясно», «Мета», следите еще вот не за кем-то, а за своим вот типа моральным здоровьем. Это очень много вам даст потом. и в дизайне. Я слежу за некоторыми ребятами в телеграм-каналах, и мне очень нравится, что они пишут. Это Антон Черногоров, это Влад Савин, это Макс Авдеев, это Илья Скопин, это Влад Воркель. Сейчас это тот список, который мне пришел в голову. Ребята, кого не озвучил, не обижайтесь, это то, что мне сейчас прямо реально из меня вышло. Как не выгорать, как работать в кайф, и чтобы для себя еще хватало денег, сил и всего прочего, я был в невероятной жопе, я бы это по-другому не назвал, в плане морального состояния, прям это на минус первом этаже. Очень сильно провалился, как раз потому, что много фигачил, вообще ничего не замечал, я как-то созванивался с Максом в десятых, и он сказал такую фразу, она мне в голову прям засела, то, что иногда нужно не рубить лиану, очень активно, бодро, а на одну из них, блин, залезть и посмотреть, куда ты рубишь вообще. Она мне в голову прям очень хорошо запала, и я тогда занимался тем, что у меня было вот так вот две бензопилы, и я вот так вот рубил лианы постоянно. Очень сильно выгорел, там начало страдать и здоровье, и отношения, и голова, все по одному месту, и я потом как раз вот нашел для себя типа терапию, нашел для себя каких-то коучей и так далее, и я понял, как у меня вообще начала просто геометрально разрастаться жизнь, то есть как бутон просто свести. Это просто немножко предыстории, чтобы было понятно, где был и где сейчас. У меня не было энергии вообще ни на что, кроме работы, то есть я просто работал. Ни подработки, ни какие-то эфиры, ни телеграм-канал, ни какой-то еще доп. свое дело, я не мог вести абсолютно, нет энергии, ноль. Я работал до 3-4 часов ночи, иногда я работал по циклу, то есть там типа 20 часов, 24 часа вообще, не спал, просто все это в ночь. Я вел около там 15-18 проектов, что мягко говоря дофига, и я бывает на звонке просто я что-то говорил, но я типа не слушал, что происходит даже, потому что сил нету на впитывании информации. Соответственно, с отношениями тоже я прихожу, просто не вижу человека практически, потому что я его не вижу в прямом смысле, и я его даже увидеть не могу. Ну, в смысле, вот так вот, у меня все в работе прямо. В итоге еще было очень хреново, когда наступали выходные, потому что единственная возможность снять стресс было просто его запить, и вот это все, вот прям настолько грустная, утопичная картина, все это дало рост на самом деле. Я благодарен тому себе, и тому периоду, и всем, кто подкидывал мне эти вызовы, потому что без того Олега не было бы сегодняшнего Олега, но это та точка жопы, в которой я был. И потом я, как феникс, восстал из пепла, то есть сейчас у меня есть офигенная фулл-тайм работа с крутыми ребятами, вот. У меня при этом хватает энергии на свое дело, на HR-агентство, действующее, приносящее деньги, все классно. Я еще партнер в крутом тех стартапе, хелкер, который Макс Авдеев придумал, офигительным просто. Я еще даю консультации, еще у меня есть энергия выступать здесь, еще у меня есть энергия отдавать очень много своим друзьям и своим отношениям. И при этом все вот эти сферы жизни, они прям цветут. то есть у меня не стало больше часов в жизни, у меня не стало третьей руки, я такой же. И время у меня даже тратится меньше, и я меньше работаю. Я не работаю до трех часов ночи. Абсолютно все другое стало. И как раз мне что помогло вот из такой жопы перейти в такую цветущую среду, что ли, да, это терапия точно, причем попробовать несколько терапевтов. Когда вы пошли к одному, он вам не подошел или что-то у вас идет медленно, сразу же меняете. Нужно очень быстро перезаряжать здесь. Вторая история, это я для себя выписал, где на всей неделе либо всего месяце у меня максимально страдает энергия. То есть прямо, не знаю, звонок один, звонок два, звонок три, замеряем от нуля до пяти. Сколько баллов? Вот как задрот. Выстраивал всю эту историю и заметил, что у меня там наполовину вообще задач опускаются руки, мне это делать неинтересно, но есть задачи, которые меня драйвят очень сильно. Классно. Я исходя из этого понял, что мне больше нравится делать, что мне меньше нравится делать и стал просто переконфигурировать текущие договоренности, текущую жизнь по тому, чтобы больше делать то, что нравится. Но я это замерил, то есть я это позволил себе увидеть вообще. Простой далее ход убираешь, что не нравится, делаешь, что нравится, уже высвобождается какая-то сила, и уже становится попроще. То есть вот набрать себе дофига проектов, потом из 15 плеваться 10, потому что просто у тебя энергии на них нету, так неправильно. Поэтому просто то, что уже тебе неинтересно, кому ты передаешь, а занимаешься занимаешься тем, от чего кайф. И так кайфа прям больше, энергия тоже цветет. То есть меньше того, что надо, больше того, что хочется. Такая очень простая пропорция. Далее нужно себе оставлять всегда время на то, чтобы просто посмотреть, что сейчас происходит. Для этого у всех разные практики. Типа медитация, не знаю, посидеть в стену, посмотреть и так далее. Я начал замерять, от чего я кайфую на выходных вообще просто. То есть степень выходного кайфа. Я для себя открыл бани, я для себя открыл массажи, я для себя открыл медитации, я для себя открыл стоять на гвоздях по 40 минут, по 20 минут. Изи. Я мог уйти в что-то другое, там, не знаю, какие-то спортивные штуки, например, не знаю, заняться боксом. Но вот почему-то мне вот в этой всей медитативной истории прям очень все понравилось. Я тоже это замерять начал. Я много экспериментировал. Я ходил, пробовал там по паркам погулять, пробовал походить по каким-то еще историям, пробовал там на картинге поездить и так далее. Был прям вот воспримите свою психику как продукт. Вам нужно запустить ряд гипотез, провести ряд экспериментов и провести замеры по итогам этих экспериментов, чтобы понять, куда вам лучше всего инвестировать дальше свое время и свое внимание и свою энергию. Допустим, ну, типа, в бизнесе это деньги, но у вас это внимание, энергия, есть силы, счастье и так далее. Вы провели эксперименты, увидели, где у вас лучшие показатели, где вы больше улыбаетесь, где вы больше, не знаю, рестикулируете, где у вас просто, как бы, не знаю, дыхание чище и так далее. И туда фокусируетесь. И это сделать, причем важно, и в рабочих моментах, и в лишних моментах. Типа разделить. Это же баланс, да, всегда должен быть все. И получается уже хоть как-то встать на какую-то хорошую дорожку. Дальше просто дело, как там со спортом, важно не очень быстро его начать, очень много фигачить, а добиться стабильности. Тогда будет красивое тело, тогда все будет спортивненько, хорошо и долго. Вот. Для того, чтобы тут была стабильность, как раз нужны какие-то бади. коуч, терапевт, либо просто можете договориться даже с другом, созваниваться, раз в неделю это обсуждать. Это тоже бади некий. И так у вас появится некая стабильность. Из этого получится выгрести. Еще есть такая практика, если она вам близка, покажется, то можете ее к себе применить как-то. Это садитесь с собой просто на 2, 3, 4, 5 часов, сколько вообще нужно, и вы прямо выписываете все, чем вы хотели когда-либо заниматься. Прям все сферы и так далее. И далее вы выписываете, что вы сейчас умеете. Что у вас уже сейчас органически вот получилось на текущий возраст. Что у вас раскачано, что не докачано и так далее. И задача это сметчить так, чтобы это дало максимальный эффект. Условно. Я сейчас могу пойти делать столы. Я ни хрена не понимаю в столах. Мне очень нравится мебель, но я не умею ее делать. Ни с точки зрения производства не понимаю. Мне с точки зрения, например, бизнесового части и в целом визуально как-то, ну окей, столы-столы, хорошо, не штырит. Но как бы хотелось бы мне вот просто делать мебель. Но я туда пойду, я просру много лет и много энергии просрую. При этом у меня есть куча навыков, которые уже раскачаны либо перекачаны даже. Я лучше в их зоне пойму, как это сроднить с вещами, которые мне интересны. Вот найти точки стыковки, чтобы максимально быстро взлететь. Потому что долгие вот эти взлеты, раскачки, они энергии много не дают. А когда вы вот ваше нечестное преимущество, ваши суперсилы нашли, как применить в каком-то деле или в каком-то сегменте, который вам очень нравится, то есть по сути рациональное с эмоциональным сроднили, у вас получается рост очень быстрый и кайф очень быстрый получается. Вот эту просто тупую процедурку в хорошем смысле тупую нужно проделать. Тогда вы как бы на себя посмотрите тоже как на продукт. Какие у меня есть функции и возможности, куда я хочу идти и что нужно рынку. Допустим. И вот так это будете родить. Можете найти вообще там, не знаю, 15 интересных гипотез, что вам стоит делать. Где вы сейчас будете прям эффективными. И пойти их тестировать потом как продукт. Я вот так, собственно, открыл агентство по HR и таким образом я понял, что мне интересно работать в образовательной истории и таким образом еще я понял, что мне интересно работать в сфере медицины. И ко всем этим историям я нашел какие-то свои прям сильно перекаченные стороны либо просто хорошо раскаченные. и просто начал их выдавать в мир. И такие сферы у меня деятельности получились. Дизайн-директор и директор пользовательского опыта в Сберздоровье. Я даю очень много консультаций и бизнесам, и арт-директорам, и людям просто по карьере. У меня есть HR-агентство и я партнер в тех стартапе Helper. Четыре очень любимых ребеночка и у меня для всех хватает энергии. И я вот прям понял, что этим хочу заниматься сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА